Текст-терапевт. Работает частных людей. Так вот, миазматическая информация – это не что иное, как воздействие окружающей сведения. То есть миазмы – это все, они разные, и вот это воздействие окружающей сведения. И вот он позволяет справиться с этой проблемой. Но я даже не знаю, что говорить. Работаю я с биорезонантом давно. На разных приборах. У меня дома есть и ДТЭЛИС, и СМАРТЛАЙФ, и БИОНЕД, и БИОМИДИС. Вот, фиборы хорошие. Работаю в клинике с… Как он называется? Доктором Кулипой. Как он называется? Это шприбор ваш? СМАРТЛАЙК? Нет, нет, нет. ИМИДИС. ИМИДИС. КРИПУТУЛАТЬ В ГОЛОВЕ. Но, в принципе, рефлексотерапия и вегетарезонансная терапия – это основа нашей клиники. Клиника существует больше 20 лет. Это что ты говоришь? Да. Поэтому не скажу я, что это панацея. Я не могу сказать, что это от всех болезней. У каждого есть свой путь. Я много раз уже говорил. Вот давайте я это скажу и на этом стою я не закончу. А какая клиника? Можно у вас? Бликович. Меня как-то спросили пациенты, почему у одного, я это уже говорил, просто повторюсь. Кто-то слышал, может быть, у Христа дня, что это уже говорил. Меня спросили, почему у одних замечательный эффект, вот сейчас рассказываю, замечательный эффект, а у других он недостаточный. Ну и вот я хочу обратиться к Библии. В Ветхом Завете, когда человек был болен или детей не было, это считалось, что это наказание Божие. Когда Иисус Христос исцелил слепорожденного, которому было уже 40 лет, его ученики апостолы спросили, кто виновен в его болезни, его родители, он сам или кто виновен. То есть Иисус Христос сказал, это во Слава Божьем. В других случаях, когда он исцелял, он говорил, иди, больше не греши. То есть он исцелял сначала душу, а потом уже за душой подтягивалось тело. То есть можно сказать так, что одна болезнь дана как наказание, другая болезнь дана как вразумление, третья болезнь дана как во Славу Божью. Так вот, если во Славу Божью болезнь дана, будет эффект на ура. Если болезнь дана в наказание, эффект будет недостаточный. Но если болезнь дана для вразумления, эффект будет, человек почувствует, что он доволен этим. Поэтому сами решите, у кого какая болезнь и как с ней поражает. Спасибо.